Посвящается всем нашим ученикам во всем мире. Вы все орлы. Безрата Шемфильм представляет Еврейская гордость Равин Ярон Ровен Почему наше злое начало постоянно нас обманывает? Всевышний сказал Праведники в будущем будут ходить вместе с ним в Ганедене. В будущем Святой Благословенов посадит праведников вокруг себя, и он будет сидеть среди них в Ганедене. Это значит, что Всевышний будет ходить среди этих праведных людей, как будто он среди них. И он говорит, вы будете прямо около меня в Ганедене. Важность вышесказанного в том, что человек может достичь уровня, когда он может стоять около Всевышнего, благословенному. А вы говорите, вы не можете соблюдать шаббат. А вы говорите, вы не можете быть скромным. А вы говорите, вы не можете исполнять ничего из Торы. Что-то неправильно с вашим заявлением, потому что Всевышний сказал, что вы можете стать таким же, как Он. Единственное, что нас будет разделять, это то, что Он Бог. Как фараон сказал Иосифу праведнику. Единственная вещь, которая нас разделяет, это трон. И это просто формальность. Но на самом деле ты управляешь всем. Всевышний сказал то же самое. Праведники будут идти рядом с ним. Получается, что с одной стороны вы видите, что сам Творец мира говорит, что у нас колоссальный потенциал. И в то же время мы думаем, что мы не в состоянии закончить трактат в Гимаре. Мы не в состоянии научить Торе, потому что мы ничего не знаем. И внезапно все забыли. И все постоянно говорят, что не можем это сделать. Почему? Раф Нисим Яган, да будет благословена память праведника, рассказывал, что слушал историю, которая была рассказана одним из иерусалимских мадресов того времени. Когда-то жил фермер. Простодушный фермер. Не очень умный. Он не был гениальный, но он знал свое дело. Он знал, что он должен делать. И он разводил кур. И все, кому нужны были куры, приходили к нему. Однажды к нему пришел покупатель и говорит, я хочу у вас купить курицу. Добро пожаловать. Фермер привел его в курятник, где были сотни и сотни кур. Покупатель посмотрел на кур, посмотрел на фермера, и он в замешательстве. Могу ли я взять любую курицу, которую я хочу? Конечно. Какую вы хотите? Покупатель спрашивает опять. Любую из этих куриц? Фермер отвечает. Любую, любезные. Но давайте решайте быстрее, потому что уже 5.30 утра я должен накормить других животных. Так что выбирайте быстрее. Покупатель спрашивает. И что, они все у вас по одной цене? Фермер отвечает. Нет, конечно. Зависит от веса. Одна чуть больше стоит, другая меньше. Один шекель, два шекеля. Это небольшая разница. Выбирайте быстрее. У меня очень много дел. Покупатель говорит. Могу купить вон ту курицу? О, вы хотите ту черную курицу? Да-да, ту черную с белым курицей. Вот эту большую? Да-да, я хочу именно эту. И фермер берет ее и взвешивает. Это будет стоить 4 шекеля. 4 шекеля? Переспросил покупатель. Да, 4, подтвердил фермер. Итак, покупатель отдает 4 шекеля. Все еще не веря в то, что только что с ним произошло. Покупатель ведет машину и смотрит на птицу рядом с ним, не веря в то, что происходит в действительности. Доехав до гор, он достает птицу из машины, поднимая ее двумя руками, потому что она была очень большая, и шепчет птице. Ты, орел, лети. Он подкидывает ее в воздух, и орел летит. Итак, это притча. Как вы думаете, почему орел не съел тех кур? Ведь орел не домашняя птица. Вы видели когда-то поединок орлов? В битве между собой один из них буквально должен умереть. Схватка происходит в воздухе. Они атакуют друг друга, и сцепившись, падают со скоростью 100 и больше километров в час, пока не разъединяются. Ведь орлы свирепы из создания. Почему же орел не съел тех кур вокруг него? Если вы когда-либо видели орла, размах его крыльев от полтора до трех метров, и они очень огромны. Почему же он их не съел? Потому что этот большой орел когда-то был маленьким птенцом. И однажды этот фермер, который не отличал правой руки от левой, увидел маленькую птичку. Маленькая, черная, с белым, некрасивая птичка. Все, что фермер видел в своей жизни, это были куры. Он подумал, что эта маленькая птица просто уродливый цыпленок. Он поместил этого птенца орла, который недавно потерял свою маму вместе со своими курами. И этот орел не знал, что он орел. Почему? Потому что он все время был окружен курами. Орленок жил с курами, никогда не летал. Не знал, что он другой. Курятнике ведь нет зеркала, которое могло сказать, что он орел. Поэтому он думал, что он как все. Он орел, на самом деле. Думает, что он курица. Поэтому он никогда не использовал свои крылья. Он просто прыгал вверх и вниз, вверх и вниз, как все куры. Прошел один год, два года, три года, четыре года. И так он вырос в большую курицу. И он никогда не пытался летать, пока человек, который купил его за четыре шекеля, не шепнул ему, «Ты орел! Лети!» Он подкинул его и заставил лететь. Итак, глубокий урок этой истории в том, что мы орлята. В окружении кур, в окружении неудачников из нашего прошлого, из государственных школ, которые мы посещали, из светских людей, которые нас окружают, религиозных, нерелигиозных людей, с которыми мы дружим, людей, которые притворялись кем-то, кем не были на самом деле. Но чтобы быть орлом, вы должны вести себя как орел, вы должны делать сложные вещи, чтобы быть орлом, вы не можете оправдываться, это слишком много, это слишком мало, это одно, это другое, ведь вы орел, и для вас нет ничего слишком большего, чтобы быть орлом. Вы должны вести себя как орел, вы должны делать сложные вещи, вы должны слушать уроки мусар в 11 вечера, которые буквально бьют вас кулаком в лицо, напоминая, что еще много дшивы нужно сделать, Несмотря на то, что вы делаете чуву последние 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, чтобы быть орлом не может быть никаких оправданий. Слишком много, слишком мало, это одно, это другое. Ведь вы, орел, ничто не слишком велико для вас. Единственная причина, почему вы думаете, что не можете быть большим праведником, единственная причина, почему вы думаете, что у вас не может быть самого высокого уровня веры, единственная причина, почему вы думаете, что не можете быть самой скромной женщиной в мире, как праматерь Сара, это потому, что вы продолжаете вести себя, как куры. Потому что всю вашу жизнь вас окружают куры. Всевышний говорит нам через свою Тору, перестаньте вести себя, как куры. Если вы не сделаете это сами, то он будет вынужден вас столкнуть и сбросить вас с горы, и заставит вас стать орлом, которым вы в действительности являетесь. Так или иначе, вы должны стать орлом. И лучше, чтобы вы сами решили это, и как можно скорее. Но в любом случае, вы полетите. Орел не боится мусара. Орел не боится поднять дом на своих крыльях. Орел не боится лететь до самых небес. Наши мудрецы говорят, что орел летит к небесам до тех пор, пока его крылья не начинают гореть. Орел летит, даже зная, что это опасно. Почему? Потому что это значит быть орлом. Если вы хотите быть евреем, сыном или дочерью Всевышнего, вы должны быть орлом. Тот факт, что у вас было не орлиное прошлое, не имеет никакого значения. У Авраама Авину прошлое было гораздо хуже, чем у вас. У вас не может быть прошлое хуже, чем у Авраама Авину. Но он стал Авраама Авину. Да, это сложно. Когда вы слушаете Всевышнему, служение требует от вас тяжелой работы. Требует боль. Требует самопожертвования. Если не больно, это значит, что вы делаете что-то неправильное. Почему? Потому что, чтобы стать орлом, боль становится частью вашей каждодневной жизни. Быть слугой Всевышнего требует немного боли. Требует самопожертвования. Вы все орлы. Весь народ Израиля полон орлов, ведущих себя как уры. Настало время быть орлами, какими мы должны быть. Настало время быть нам орлами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова